Дорогие друзья, добрый день! Вчера я проверяла ваши сообщения, которые вы мне пишите, да, в WhatsApp, Viber, в соцсетях пишите. И было два вопроса, касающиеся пятен на листочках у фиалок. Вот. С одной девочкой мы очень быстро разобрались. Я ей написала возможные причины, откуда такие пятна берутся. И человек пошёл анализировать и исправлять, да, что-то в уходе. А со второй девочкой всё оказалось гораздо сложнее. Потому как те причины, которые я ей написала, да, из-за чего такое может быть, в общем-то, остались для неё непонятными. И сегодня я собрала фиалки с подозрительными пятнами на листочках. Их хочу вам более наглядно снова рассказать и показать на примерах, да. Давайте начнём вот с ванилы трейл. Смотрите, да, вот на многих листочках есть вот такие вот пятнышки. Это не спонтанная пестролистность. Вот. Это пятна, которые появились от холода. Я высаживала три кустика вот в это кашпо в осеннее время, когда были ещё перепады между дневной и ночной температурой. Так как фиалка у меня росла на подоконнике, то вот из-за таких перепадов температуры появились вот такие вот пятна на листочках. У ванилы, кстати, это очень часто бывает. Потому что листики у сорта очень нежные. Они вот... Есть листы вот такие вот толстенькие, да. Вот стёганый лист, ближе покажу, у сортов. А есть вот такие вот нежные. И вот такие нежные листочки очень быстро страдают от перепадов температуры. Они страдают быстрее всего, если на листочки попадает влага. Вот. И появляются вот такие пятна. Эти пятна не страшны. Ничего не нужно здесь делать, да. Такого, ну, в смысле, чем-то обрабатывать или ещё что-то. Достаточно просто наладить условия. Также пятна на листьях у фиалок могут появляться из-за того, что фиалочку переувлажняют постоянно. Вот, смотрите, н-лукавый шут у меня есть. Почему-то у меня именно этот сорт на фитильном поливе не хочет расти. Постоянно замокают вот так вот листики. Видите? И корни хорошие. Вот хорошая корневая система. Светлая, не гнилая. Но, тем не менее, получается переувлажнение на фитиле. Также у этого сорта, опять же, обращаем внимание на стоимость, структуру листьев. Вот такие же, как у ванилки, листочки нежные. И вполне естественно, что... Сейчас я вот с фитиля сняла эту фиалочку, эту розетку. Вот. Вот эти пятна водянистые. Они к вечеру уже пропадут. Через несколько часов. Но так как лист нежный, а пластина листовая со временем пожелтеет. Пожелтеет и, в общем-то, будет это выглядеть... Вот так. Где же у меня эта фиалка потеряла? Разрывы клеток приведут вот к такому. Будут вот такие вот пятна на листьях. Страшные. Страшны ли эти пятна? Если бы фиалку вовремя сняли с фитиля, или же наладили просто полив, то эти пятна не страшны. Не страшны, они со временем засохнут, и будет просто фиалка с некрасивыми листочками. Если же вы не наладите полив, то в результате здесь пойдет загнивание листиков. Вот. И тогда это уже будет страшно. В общем-то, есть такие сорта, которые не очень-то любят расти на фитильном поливе, да, и поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы вовремя понять причину, откуда пятна на листочках появились, и больше не допускать такого. Также пятна на листьях у фиалок могут появляться в тепличках. Да, вот смотрите. Я вот эту фиалочку переукореняла в тепличке. И в тепличке собирался конденсат. Капельки конденсата капали на листики, попадали на листики. Когда я достала фиалочку из теплички, я промокнула капельки перед тем, как ставить на стеллаж. Но сам лист, он, видите, какой вот плотный, да, тоже листочки плотные. Он был напитан влагой. Напитан, набитый был влагой. Сочный, красивый. И под лампами получился вот такой вот ожог. Вот. И всего лишь. То есть это тоже не страшно. Это просто некрасиво. Также есть у меня еще одна такая вот фиалочка. На первый взгляд очень страшная. Вот. И даже я, когда вот увидела вот эту фиалку, да, я тоже как бы испугалась, что это болезнь. Но потом я ее достала, посмотрела, обсмотрела, и я поняла, что это ожог от лампы. Вот. Просто листики получили ожог. Такой вот страшный. Такие пятна, похожие, вернее, не такие, а похожие, могут быть от перекорма еще. Но если бы у меня был перекорм, то вот эти листики, они бы засыхали. То есть вот сейчас они, ну, не засушенные, да, это просто пятно, цвет такой у листочков, загар. А если бы был перекорм, листики бы подсыхали. Выглядело бы это как краевой некроз. Так, мне вот не на чем показать. Нет у меня таких вот фиалок с краевым некрозом. Вот. Раньше бывали у меня такие фиалки. Ну, а сейчас нет. Вот смотрю и нету. Не могу вам показать. Ну, в общем-то, будут сохнуть листики. Если засыхают листики, то это связано с перекормом. Если вот не засыхают, смотрим обязательно всегда обратную сторону. Вот видите, все хорошо, все в порядке. На обратной стороне нет никаких пятен. Вот. Ни мокнущих, ни коричневых. Это просто ожог от лампы. Такой же ожог может на подоконнике получиться. Запросто. Если ваши фиалочки стоят под солнышком, где-то лучики попадают. Вот. И так уж камера не фокусируется. Тоже могут появиться такие пятна. С такими пятнами тоже ничего не нужно делать. Кроме того, что уменьшить интенсивность освещения. Ну, в данном случае я просто поставила под другие лампы. По-хорошему цветы нужно убрать. Вот. Дать возможность отрастить новую розеточку, нарастить. Чтобы убрать, чтобы быстрее вот эти листья поуберил. Я надеюсь, вы поняли, что чаще всего все-таки пятна на листьях у фиалок, они не страшны. И они не связаны с каким-то заболеванием. Это просто ваши условия. На этом хочу пожелать вам всем всего доброго, мира, добра и благополучия. Всем пока-пока.